приветствую вас друзья с вами тарас березовец подпишитесь на мой канал для того чтобы не пропустить самое актуальное видео а сегодня мы поговорим с вами о последних заявлениях российского президента владимира путина сделаны кстати накануне встречи с президентом сша джо байденом на этой неделе президент россии дал обширное 90-минутное интервью по крайней мере такова будет полная смонтированная версия американскому телеканалу nbc news короткий трейлер этого интервью вышел в пятницу 11 июня полную версию канал nbc news покажут в понедельник 14 журналист этого телеканала кейр симмонс в той версии которую мы увидели то нарезка которая появилась в сми достаточно жестко прошелся по последним скандалом связанных с деятельностью владимира путина и не применил уколоть его вопросом задав ему по сути повторить тот вопрос на которое уже был вынужден ответить джо байден часто спросил путина о том является ли он убийцей нервная реакция российского президента особенно которая последовала после того когда симмонс перечислил тех известных российских политиках журналистов которые были убиты в эпоху президента владимира путина речь идет о сергея магницком они политковской борисе немцове михаиле лесене собственно свидетельствует о том что путин предвидит достаточно возможно непростую атмосферу переговоров с джо байденом с другой стороны он прекрасно чувствует ответственность лично ответственность за совершение этих преступлений поскольку факт причастности путинских спецслужб либо людей так или иначе связанных с кремлем к устранению этих оппонентов кремлятик оппозиционеров является по сути доказанным это касается в первую очередь политковской это касается убийство немцова и также попыток отравления еще ряда российских общественных или политических деятелей как известно режим путина также подозревает причастности к отравлению таких людей как алексей навальный дмитрий быков об этом стало известно на этой неделе владимир карамурза интересен кейс российского поэта дмитрия быкова которого из расследователей bellingcat называют в качестве возможной мишени путинских спецслужб и говорят о том что быкова пытались отравить к счастью неудачно те же самые люди которые пытались убить и навального bellingcat это уникальное журналистское сообщество разведывательное сообщество по сути в котором работают в том числе и люди связанные с западными спецслужбами это не является секретом тем не менее именно благодаря этим контактам они получают уникальную эксклюзивную информацию о которой им позволило установить факты слежки за быковым начиная с 2018 года и наконец неудачную попытку его отравление новичком в 2019 году что же такого собственно должно произойти для того чтобы путин или руководители российских спецслужб дали команду убить и не политика даже не журналиста а просто всего-навсего поэта дело всего лишь в политической сатире которая озвучивала дмитрий быков та острая политическая критика которая звучала во время его публичных выступлений собственно послужило причиной того что ему был выписан смертный приговор по счастью он до сегодняшнего дня не приведен в исполнении но все то что мы наблюдаем сегодня в политической жизни россии имеет очень на самом деле четко и понятное логичное объяснение помимо зачистки поля от всех неугодных кремль собственно говоря использует несколько путей для того чтобы избавиться от своих оппонентов скажем так часть людей наименее известных и тех людей которых можно или или нет другого способа от них избавиться их убивают тем или способом через отравление через убийство других сажают в тюрьме как это случилось с тем же навальным ну а третьим предлагают возможность выехать как произошло с российским оппозиционером дмитрием гудковым совсем недавно вот на этой неделе как раз он приехал в киев транзитом он дальше едет к своей семье в болгарию но тенденция зачистки политического поля она имеет абсолютно четко и понятно еще раз повторю объяснение и она называется выбора государственную думу российской федерации которая должны состояться 19 сентября нынешнего 2021 года уже всем очевидно что кремль решил пойти по пути полной полной максимальной зачистки всего оппозиционного поля и даже не системно российской оппозиции которая по большому счету ну серьезные угрозы после убийства немцова убийство бориса немцова серьезной опасности до путинского режима не представляла но нельзя считать согласитесь таковым в любом случае фонд по борьбе с коррупцией и действия алексея навального он действовал скорее так скажем так как политический лидер заточенный на исключительно собственное единоличное лидерство он никогда не пытался договариваться за что его много критиковали другие представители не системной оппозиции он хотел что все в конечном итоге поддержали только его кандидату чем это завершилось для него мы видим к счастью он выжил в результате неудачного отравления но он стал узником режима путина и выйдет он оттуда ну всего лишь двух случаях первый случай это когда путинский режим закончится потому что в противном случае пока жив путин навальный будет сидеть до тех пор или второй случай если ему вдруг очень сильно повезет и навального поменяет запад на очередного путинского шпиона который будет захвачен рано или поздно западными спецслуживания то есть у нее есть на самом деле всего лишь две опции поэтому для таких людей как тот же я пономарёв дмитрий гудков на самом деле другого способа избежать двух предыдущих либо сесть в тюрьму либо быть убитыми вот другого способа кроме как выехать за пределы россии и не остается есть ряд российских организаций которые обменяют российских политических оппонентов самое известное из них это форум свободной россии который уже очень много лет ведет свою деятельность за границей и они встречаются регулярно регулярной базе базе в вирусе в литве но тем не менее внутри россии сил либо лидеров которые еще продолжают бороться особенно в преддверии этих досрочных выборов практически не осталось что так страшит режим владимира путина и в конечном итоге что его подтолкнуло пойти на полную зачистку оппозиционного поля ну причина этого собственно говоря очевидно это по сути начало новой холодной войны которая происходит и поэтому с этой точки зрения действия владимира путина они абсолютно понятны и абсолютно оправданы понятны потому что времена холодной войны точно также действовал самый долгий режим коммунистический леонида брежнева который точно также применял к оппозиционерам несколько методов воздействия либо перевербовки если бы не удавалось этих людей бросали в тюрьмы бросали в психушке либо лишали советского гражданства как того же солженицына и просто высылали их за пределы ссср поэтому с этой точки зрения повторение путиным старых советских методов по борьбе с оппозиционерами диссидентами на самом деле никакого удивления не вызывают вполне возможно конечно что здесь играют роль и личные мотивы неприязни вместе со стороны со стороны путина в отношении там того же навального которому он испытывал личную неприязнь из-за его последних резонансных интервью в частности о доме путина под геленджиком случае с тем же борисом ельцином это понятно личная ненависть помноженная на зависть опять же к тому что человек продолжал оставаться звездой политической сцены россии несмотря на все давление которое на него оказывалось вот и понимание того что в преддверии 2024 года на самом деле это зачистка поля госдуму для того чтобы не дать никому из возможных оппозиционных лидеров зайти и таким образом чтобы они не могли составить ни малейшей конкуренции с путиным на президентских выборах которые должны состояться через три года вот это собственно говоря является конечной целью владимира путина он понимает что приход в публичную политику любого оппозиционера а этих оппозиционеров там будет можно там пересчитать по пальцам одной руки если не вообще туда зайдут пока там скажем так это является вопросом очень дискуссионным появится ли там хоть один настоящий оппозиционер но появление в любом случае хотя бы одного двух оппозиционеров государственной думе дает им нереальную трибуну нереальная возможность общения со средствами массовой информации и естественно путин патологически боится поскольку он понимает что все внимание сми в таком случае будет обращено на этих людей вот и каковы бы они не были скажем слабы политически возможно у них будет отсутствовать политическая харизма но просто за неимением других они в любом случае станут звездами политической авансцены россии соответственно любой из этих людей этих персонажей этих оппозиционных деятелей получив статус депутата госдома будет представлять прямую угрозу но если не письма переизбранию путина как таковому но по крайней мере комфортным выбором поскольку тогда все и остатки гражданского общества в россии не разгромленные и остатки независимых сми в первую очередь запад и российская оппозиция за рубежом они в таком случае конечно будут кандидатуру любого оппозиционера вот но если он не будет там токсичным связанным с теми или иными группами в путинском окружении будут поддерживать более того выдавливание того же дмитрия гудкова который мог стать таким депутатом госдумы и потенциально кандидатом в президенты связано с тем что об этом мне рассказывал сам гудков вот в беседе со мной а он считает о том он считает что часть путинского окружения уже устала собственно отправление вождя и не публично пытается сейчас разложить яйца по низким корзинам буквально это означает то что часть путинского окружения олигархи в том числе начинает тайно поддерживать любых представителей не системной оппозиции в том числе гудкова и в таком случае если бы тот же гудков еще раз любой персонаж который зайдет он неминуемо будет получать поддержку естественно секретную тайну со стороны и финансовых мешков олигархов из путинского окружения и в том числе и часть его само окружении то есть чего боится путин путин боиться раскола элит то что в конечном итоге погубил о советский союз то что конечном итоге поставило крест на политической карьере михаила горбачева то есть раскол в летах ну или даже тоже янукович уходить в украине то же самое раскол среди олигархов раскол среди элиты и в конечном итоге мы имеем то что имеем янукович бежал потерял все шансы на продолжение своей политической карьеры он конченый человек фактически вот понятно что в случае с путиным как более человек у скажем так опытный до более человек хитрый из воротного начинают просчитывать эту ситуацию наперед он начинает чувствовать эту опасность которая существует для него и он начинает с ней активно бороться таким образом соответственно раскол путинских элитах и поиск сегодня брожение поиск альтернативной фигуры это уже не миф это уже не фантазии это уже не сон это это та самая настоящая реальность это является самой главной позитивной новостью то что касается действий этого режима отравителя убийцы владимира путина но а то чем он столкнется с реальная позиция не мнимая на самом деле это не зависит от того удастся ли ему окончательно придушить демократическую позицию не пустить никого из оппозиционеров на выборах в госдуму вероятнее всего так и случится так и случится но по факту мы помним чем такие попытки по полному подавлению политической оппозиции закончились для последнего российского императора николая второго который распускал государственную думу где было слишком много его политических оппонентов но в конечном итоге это его не уберегло от февральской а потом уже октябрьской революции октябрьского переворота не говоря о постоянном брожении которое было в российских политических элитах в том числе в 1905 году времена первой русской революции таким образом когда протест загоняют под плинтус таким образом когда полностью защищает электоральное поле у своих оппонентов эффект может быть совершенно противоположным взрыв который в таком случае знаете как чайник на котором приварить крышку да и поставить его на плиту и закрыть еще носик заварить он просто взорвется до взорвется как котел паровой и таким образом попытка загнать протест для путина она чревато и она неминуемо новым социальным взрывом который может произойти по совершенно далекой от политической причине но по противостояния в россии регулярно происходят между властью и гражданами на совершенно мы знаем совершенно по бытовым поводам очень часто вот как ситуация с тем же фургалом в россии которая привела к многочисленным многомесячным протестом которая правда пока ничем не завершились но тем не менее все это предвестники будущего кризиса в конечном итоге революция 1905 года она тоже случилось не сразу было очень много таких вспышек которые предупреждали о будущем русском бунте бессмысленном и беспощадным как мы помним вот такие друзья новости накануне выбора государственную думу путинский режим отравителей продолжает свой кровавый путь оставляя за собой горы трупов и на этом пути количество врагов кровников владимира путина она будет расти расти и дальше соответственно рано или поздно ему придется столкнуться с чем-то таким что он будет не в состоянии переварить вот такие у меня друзья новости с вами был тарас березовец ставьте лайк и комментируйте видео ответьте на вопросы также как вы считаете как далеко готов пойти путинский режим в своей борьбе со своими политическими оппонентами подписывайтесь на мой канал и поддерживайте нас на патреоне спасибо за внимание хороших вам выходных и до новых встреч с вами был тарас березовец